Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода Эджи Дима, канал о моде красоте, также об умном шопинге. Возможно, вам видно, возможно, нет, но у меня некий синяк образовался вот здесь, потому что я вернулась домой, нашла свою банку для массажа, и в очередной раз я не могу сказать, что переборщила с нажатием, либо с продолжительностью, пока я воздействовала этой банкой на свой прекрасный, безморщинистый поколок, но опять образовался у меня синяк, и это в который раз подтверждает мою личностную теорию, которая основана на том, что я прочитала. Вы можете сами поинтересоваться, что вот подобные следы, это не синяки по своей сути, это как раз-таки, ну, я, насколько поняла, некое раскрытие капилляров, которое позволяет как раз-таки тканям питаться несколько лучше, и все синяки, так называемые, от банок, это не что иное, как, скажем так, благостная реакция организма на непосредственное воздействие вакуума. Потому что, когда я продолжительно делала массаж банку, у меня никаких следов не было. Я на два месяца оставила эту практику, потому что забыла свою прекрасную банку, и вот такой результат получила. Обязательно запишу отдельное видео, сейчас недельки-две попрактикую баночный массаж, расскажу вам о своих впечатлениях, которые тем будут, скажем так, ярче и острее, потому что я до этого практиковала баночный массаж, сделала потом перерыв и делала только ручной массаж, и вот сейчас возвращаюсь к банке, возвращаюсь однозначно, для меня лично все понятно. Итак, сегодня мы сидели, разговаривали с моим мужем, и разговаривали в том числе про мои волосы. Я ему сказала, знаешь, мне так не нравится, как я сильно коротко обстригла волосы, хотя я понимаю, что пришла необходимость, и вот теперь я буду отращивать свои прекрасные натуральные волосы. И сказала ему, что к 40 годам я сделаю себе вот такой классный подарок, наконец-то я думаю, смогу отрастить волосы своей мечты, потому что, ну, потому что вот таким образом мы то экспериментируем с прической, то экспериментируем мы и с прической, и с цветом, и то мы не можем еще укладывать волосы, что, в общем-то, только к определенному возрасту мы понимаем, как же все это должно быть, и в моем возрасте это случилось, но достаточно, как мне кажется, поздно. На что мой муж сказал, слушай, почему ты все время старишь себя, почему ты все время говоришь в моем возрасте, в моем возрасте? А я задумалась и ответила ему, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, это просто адекватная реакция и адекватный способ оценить свой возраст. Мне 38 лет, не больше и не меньше. Я могу выглядеть в каких-то обстоятельствах моложе, в каких-то обстоятельствах я могу выглядеть старше своего возраста, но объективно реально, что мне 38 лет. И я говорила в контексте о волосах лишь о том, что действительно с возрастом определенные, скажем так, ткани и структуры, они меняются. И я говорила лишь о том, объясняю я ему, что когда ты можешь поэкспериментировать в 20 лет со своими волосами, это одно, и они отреагируют, скажем так, с одним способом. Когда ты в 30 лет экспериментируешь, это уже другая ситуация. Ну и к 40 годам, как раз таки сказала я ему, ты уже себе эти эксперименты позволить не можешь. Если тебе не посчастливилось найти своего мастера, если тебе не посчастливилось найти, опять же, прическу своей мечты, которую мастер кто-то или иной тебе может воплотить, это значит, что нужно, скажем так, что-то делать и трезво оценивать ситуацию. Только об этом была моя, скажем так, реплика о моем возрасте. Но поскольку подобные комментарии мне поступают, что я слишком часто упоминаю о своем возрасте, возможно, я слишком фиксированная, возможно, я из старости боюсь, то я решила сказать и записать видео о том, на что, на мой взгляд, 38-летняя женщина, но на самом деле даже раньше уже можно, уже в 30 лет о таких вещах, я считаю, можно задуматься, потому что тот, кто знает, тот вооружен, о некоторых вещах, которые для меня лично не свидетельствуют за цикленностью на возрасте, либо за цикленностью на старении. Потому что, как я часто говорю, процесс этот, к которому будут подвержены абсолютно все женщины без исключения, все мы находимся, как говорят, в Италии в одной лодке, поэтому лучше определенные вещи совершенно точно осознавать, и, соответственно, кто знает, кто имеет определенную информацию, тот ей прежде всего владеет и умеет ее применять в свою пользу. Так, первая вещь, да, это волосы. Дорогие девушки, если вы моложе 35 лет, если вы даже моложе 30 лет, имейте в виду, что вот сейчас вы можете экспериментировать, но потом ваши эксперименты должны свестись к нулю, потому что отрастить волосы прежде всего в силу ваших жизненных, скажем так, обстоятельств. Это дети, это определенное маленькое количество времени, которое вы можете посвятить не просто себе, а своим волосам, потому что любая из нас знает, что если мы будем накладывать маску, если мы будем ее смывать, если мы будем все делать правильно, три раза мыть голову шампунем, разводить этот шампунь, вот такой, скажем так, марафет, который мы посвящаем только красоте наших волос, он растянется на какой-нибудь хороший час. У кого волосы достаточно длинные, я думаю, прекрасно знают, как трудно их расчесать и так далее, и так далее. Поэтому вот эти все эксперименты, а самое главное, потом, последующий уход, который, безусловно, будет необходим. Я часто говорю, что натуральный уход, уход из холодильника, показан прежде всего тем, кто имеет максимально здоровые волосы. Всем остальным силиконы и только силиконы могут спасти длину и могут, скажем так, сделать наши волосы более красивыми. Они будут выглядеть, они не будут таковыми по своей сути, но выглядеть могут достаточно долгое время, достаточно здоровыми. Поэтому все эти эксперименты желательно проводить и насытиться ими, пока мы достаточно, не могу сказать, молоды. Я думаю, что и в 40 лет, и в 45, и в 50, и в 60 можно ощущать себя молодыми. Но когда нам, скажем так, определенное количество аннографических лет. И на мой взгляд, эти эксперименты должны однозначно закончиться до 30, чтобы в 30, 35, 40 лет, 50 выглядеть действительно шикарно. Шикарные женщины, которые знают себе цену, которые умеют за собой ухаживать. Осанка. Много раз о них говорила. Сейчас я переместилась в другую комнату. До этого я записала видео, которое, скорее всего, назову минимализм наилучший возраст для минимализма. Посмотрите его обязательно, если даже вам тема минимализма не интересна. Я там сижу, я сижу в кресле, и, скажем так, высота этого кресла гораздо-гораздо ниже. И, на мой взгляд, я гораздо хуже выгляжу там. С тем же самым макияжем, с той же самой прической. Единственное, что блузка другая. Потому что низкая посадка, низкий рост у кресла, низкая высота у кресла не позволяет держать красивую осанку. Поэтому второй пункт, на который необходимо всем обращать внимание, когда мы выходим, опять же, на определенный аннографический возраст, и желательно, чем раньше, тем лучше. Тут уже можно в 25 лет об этом задуматься. Это, конечно же, осанка. Осанка позволяет выглядеть нам гораздо-гораздо лучше. Не говоря о том, что при правильной осанке у нас правильное расположение внутренних органов, правильно циркулирует лимфа и кровь, и все, что должно циркулировать. Поэтому, пожалуйста, в определенном возрасте этот возраст наступает 25 лет для большинства из нас. Осанка – это наше все. А сон. Сон действительно очень-очень важен. Я сама понимаю и вижу не столько, как это влияет на то, как я выгляжу, сколько это влияет на то, как я проживаю свой день, насколько бодро и так далее. Поэтому я помню, когда я только училась в университете, когда я даже поступала в университет, я могла ложиться спать в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Более того, учить определенный материал. Мне почему-то было легче в промежутке с 11 до 2 часов ночи, с 11 вечера до 2 часов ночи. Он у меня, этот материал прекрасно запоминался и усваивался, откладывался в голове без особых сложностей. Теперь, если я не лягу спать в 10 часов, а то и в 9 часов, я буду разбитой. Меня часто спрашивают, как я умудряюсь записывать контент, убираться, общаться с тремя детьми. И могу сказать, что да, каким-то образом получается, прежде всего, потому что я не уставшая. Но в моей жизни был период, когда я постоянно мучилась сонливостью. И вот эта сонливость ушла благодаря питанию. Поэтому четвертый пункт, на который я всем желаю искренне обратить внимание, это питание. Если вы испытываете так же, как я, сонливость. То есть вот вы поели, и через какие-нибудь полчаса, часа вам хочется спать, причем настолько, как помню, было у меня, что вы на самом деле не можете с этим чувством сонливости сражаться, вам просто физически необходимо лечь и отдохнуть, и вы засыпаете тут же, возможно, дело в вашем питании. Посмотрите на ваше питание более внимательно. Потрогайте вот эту часть плеча. Если кожа здесь не гладкая, скорее всего, вам стоит поменять свое питание. Заметьте, как вы просыпаетесь, что у вас с глазами. Если вы испытываете желание умыться, и тем более, если у вас есть на глазах какие-то выделения, скорее всего, вам нужно поменять свое питание. В моем случае моя жизнь изменилась кардинально, когда я убрала все молочные продукты. Часто задается вопрос, убрала ли я только молоко, либо и сыры, и, скажем так, кисломолочные продукты. Да, абсолютно все молочные продукты, неважно происхождение коровье молоко, либо козье молоко, я убрала абсолютно все. Это очень сильно повлияло на то, как я себя чувствую, и как я выгляжу так же. Я вам передать не могу, и камера передать не может, потому что камера какие-то вещи нивелирует, какие-то гротескно увеличивает. Так вот, не могу вам передать, как поменялась моя кожа прежде всего тактильно. Также на бедрах очень часто у нас есть такая шершавость на бедрах, именно, которая похожа на некие прыщики, которые никак нельзя выдавить, никак нельзя их удалить физически. Так вот, и кожа становится на бедрах тоже совершенно другой, когда меняется питание. Из животных белков у меня остались только яйца. Иногда я ем пиццу, где есть, конечно же, сыр, где есть прежде всего моцарелла, которая сделана из коровьего молока. Но это, скажем так, единичные принятия вот таких продуктов. В целом, я могу сказать, что я на безмолочной диете и на практически без животных белков диете, потому что остались, конечно же, яйца. Это, безусловно, животный белок. Рыбу я также не ем. Прекрасно себя чувствую. Могу сказать, что я раньше полагала, что на одних овощах и зеленом салате долго не протянешь, но могу сказать, что нет. Одно из самых прекрасных открытий как раз-таки то, что энергии столько, что ее на самом деле некуда девать. Спорт. Меня часто также спрашивают, прежде всего почему-то в Инстаграме, качаю ли я ноги, занимаюсь ли я каким-то спортом. Нет, могу сказать, что спортом специально я не занимаюсь. Какие-то редкие пробежки, прямо-таки пару раз, три-четыре раза в месяц. Это то, что я совершаю под настроение, если есть у меня время, если есть хорошая погода за окном. В целом, я не фиксировала ни на каком спорте, но какая-то элементарная гимнастика. Кстати, скоро я сниму видео. Многие наверняка воспримут его снова как хайп и попытка на чужом имени прославиться. Про Ару Бублик. Мне был задан вопрос, как я отношусь к Аре Бублик и прежде всего к ее упражнению Супер Трио. Могу сказать, что я человек, который делает некую легкую гимнастику. Ну и плюс я человек, который много ездит на велосипеде и который, скажем так, много все-таки делает какую-то физическую работу по дому. И могу сказать, что, конечно же, в определенном возрасте это тоже очень важно. Вообще, мне кажется, нехватка движения для современного человека, для женщины в том числе, она критична. Прежде всего, потому что я верю в то, что жидкость, она должна циркулировать. И, соответственно, она циркулируется, когда мы совершаем элементарные наклоны, элементарные приседания. Все это можно совершать, делая какие-то дела по дому, играя с детьми активно, гуляя с ними, бегая с ними и так далее. Если этого в вашей жизни нет, ваши дети выросли, либо пока еще вы не обзавелись семьей, пожалуйста, имейте в виду, что некая физическая активность, какая-то легкая гимнастика, я уверена, должна присутствовать в жизни не только женщины, мужчины также, зачастую в жизни мужчины даже больше. Но, тем не менее, я поняла, что да, физическая активность, она очень и очень важна. Ну и последний пункт, я сбилась со счета, какой это по счету будет пункт, это одежда. Дорогие девушки, дорогие прекрасные зрительницы, в определенном возрасте мы больше не можем позволить себе носить то, что, ну вот просто трендово, то, что нам нравится, но мы уже много раз убеждались, нам не идет, но зато нравится на ком-то другом. То, что, в общем-то, мы сотворили какой-то идеал. Одежда, одежда, в отношении которой мы питаем какие-то иллюзии, либо какие-то надежды, мы должны носить и приобретать для себя исключительно то, что нас украшает. К 30 годам многие из нас уже понимают, что нас украшают, но, возможно, с неким кризисом, о котором говорят многие психологи, которые наступают, женщина пускается в новые поиски и снова отходит от своего чувства стиля, который она приобретает к 30 годам. Если вы точно знаете, что вам идет 5 вещей, ну, возможно, 7 вещей, носите их с удовольствием, выглядите практически одинаково всегда, но одинаково хорошо, чем по-разному, и, скажем так, то хорошо, то плохо. И к 40 годам уже совершенно точно необходимо четко знать и, скажем так, смириться с мыслью, если она все равно нам еще не нравится, что, да, к каждой женщине идет ограниченное количество вещей и ограниченное количество ансамблей, но зато в них она выглядит потрясающе. Есть определенные цвета, которые однозначно украшают, и есть определенные цвета, которые однозначно украшают других, не украшают нас. Эту мысль необходимо принять и сформировать гардероб исключительно такой, чтобы получать наслаждение от того, как мы выглядим в определенном возрасте. Я думаю, что этот возраст, опять же, начинается лет с 25, мы получаем действительно огромное удовольствие, когда мы получаем комплименты. И несмотря на то, что необходимо иметь независимое представление от себе, что нам хочется, что нам нравится, я все-таки думаю, что женщина очень зависит от того, насколько красиво ее видят окружающие. И чем нам больше лет, тем приятнее тот или иной комплимент, который мы получаем. Желаю всем выглядеть хорошо, красиво в любом возрасте, но самое главное, именно так себя ощущать. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.